Каждый делегат Пятого Всебелорусского специалист в своей сфере, а тому все разом они могут принимать решения по любых пытаниях социально-экономичного развития державы. Для того, что делегация Гомельской области, это еще с получением молодости и опыта, взрослых денег от нашего региона от 20 до 85 годов. Республиканский науково-практичный центр радиоактивной медицины и экологии человека – одна из ведущих медицинских установ Беларуси. По выниках минулого года до речи, оно отримало премию Беларусского урада за достигнение уголения якости. Сегодня центр заявляется главной организацией по оказанию специализованной медицинской допомоги на сенницу, яку я потерпела от катастрофы на ЧАЭС, а так само науковом забеспечении широку державных программ. Сегодня действительно то, что достигнуто в Республике Беларусь в системе здравоохранения, в организации медицинской помощи, оно признано во всем мире. Но нам нельзя останавливаться, оно достигнуто. И нужно двигаться вперед, развивать те технологии, которые сегодня существуют в мире. Поэтому, конечно, первоочередная задача – это обсудить вопросы доступности к качеству медицинской помощи и дальнейшее ее развитие. Есть об чем сказать на пятом усебеларусским народным сходе и представникам агропромыслового комплекса. За опошние 7-8 годов этот сектор зарабил значный крок наперед, что дозволило нас праве сказать об харчовой беспецы краины. А про чатаго сегодня, а пока еще и экспортно-ориентованная галина, дякуючая, кой Беларусь что год отримывает миллиарды долларов. Разом с этим делегаты от Гомельской области кажут об бережливости и необходимости больше рационального расходования сродков. Плюс больше уважливо подходит до процесса реформования, особливо, когда у господарков высокие вытворчие покажщики, изусим недредная средняя зарплата. У колгаси 50 годов Костричника Реческого района за прошлый месяц и она склала, например, 8 миллионов 200 тысяч рублей. Меня особенно интересует, почему должны реформировать колхозы, которые успешно работают, почему им предлагают другую форму работы, если хозяйство ведет работу на уровне, своевременно платит зарплату достойную, рассчитывается по всем платежам с государством, с банками и ведет расширенное воспроизводство, по-видимому, и слово «колхоз» – это историческая форма собственности, она обязательно должна остаться, если не массово, то никогда она не должна исчезнуть.